Это один из последних КАМАЗов с гуманитарным грузом, который отправляется из Красноярска в Хакасию. Всего же за пять дней только здесь, на острове Татышев, волонтеры собрали больше 50 тонн обуви, одежды, посуды и продуктов для погорельцев. Сейчас большая часть пунктов сбора вещей в краевом центре уже закрывается. Вот сегодня народ услышал, что коляски нужны детские. Прям сегодня активно принесли коляски. Их было всего две штуки позавчера. А сегодня уже вот побольше самокат опять же. С самого утра в пункт на острове Татышев люди шли нескончаемым потоком. До закрытия спешили передать вещи для погорельцев. Целыми машинами привозили крупы, макаронные изделия, консервы и другую провизию. После того, как волонтеры кинули клич, стали приносить и много детской одежды, постельное белье, бытовую химию и садовый инвентарь. Посуду принесли только. Ну, комплект собрали вот там. Принадлежности хозяйственные. В деревне всегда, даже корщик дорог. Вот поэтому знаю, что вся посуда, ложки, вилки, кухонный набор, поварешки, лопатки. Даже маленький инструмент положила, который мне в доме не нужен, а мужчинам всегда нужен. Там стамески, ключи разводные. Последние коробки с едой и вещами в КамАЗ грузят десятки волонтеров. Этот пункт на острове Татышев сегодня закрывается. Добровольцы говорят, красноярцы по-хорошему удивили. Пенсионеры приносили абсолютно новую одежду, которую покупали себе. Другие горожане тратили на продукты для погорельцев чуть ли не всю зарплату. Вчера был случай, бабушка пасхальные яички аккуратненько завернула, в кастрюльку положила, в полотенце принесла и скотчем кастрюльку замотала. Хорошо решили посмотреть, что внутри там вот яички были. Они к не доехали, естественно. Но вот есть, конечно, сердобольно несут. Иногда видно, что вещи, ну, не новые, да, но они прям с любовью выглажены, подписаны, аккуратно сложены. Видно, что человек готовится, он вот частичку себя с этим передает. Пункт закрывается, но мне звонят уже сейчас люди, которые сорганизовываются, сгруппируются. И вот там, например, в среду у нас будет доставка. То есть я просто организую людей с фурой, которая приедет конкретно на предприятие и заберет, да, то, что они собрали. Потому что они собрали деньги и будут покупать вот все конкретное. И дальше уже будем адресно развозить. Все пункты приема помощи в Лисосибирске тоже завалены вещами. Больше всего, как и везде, одежды. Приносят и много продуктов, бытовой химии. Уже в воскресенье первая фура с грузом пойдет на юг края и в Хакасию. Пока сбор вещей здесь приостановили. Но люди все равно идут. Сейчас такая необходимость. Это резиновые сапоги, тазики, ведра, лопаты, инструменты. Одежды очень много, но мы будем же собирать, так же собирать, продолжать. Потому что у нас пункт работает не только под Хакасию. Мы работаем во всех направлениях и будем помогать людям. И по Красноярску. В Минусинском районе пункты приема помощи еще работают. Но волонтеры говорят, одежды и обуви уже в избытке. Поэтому их нести не надо. Не хватает, так сказать, бытовой техники, бытовой химии, мебели. А остального всего уже в избытке. Постельные еще. Продукты питания. То есть поделили все то, что имелось. Получилось по мешку у нас на каждого. Еще имеется, значит, будем делить как бы можно. Продукты питания можно еще. А волонтеры из Хакасии рассказывают. Вещи со всей Сибири, в том числе и из Красноярска, привезли так много, что не успевают разбирать. Весь зал Дворца культуры буквально завален одеждой. Благодаря вот этой вот заботе людей, мы в первые моменты, первые три дня после трагедии, мы, конечно, людей одинаков. Нам необходимы одеяло, подушки, желательно новые. Нет матрасок, нет обуви, нет нижнего белья, химия бытовая, порошок, мыло, зубные ощетки, пасты. В общем, в детстве гигиены не хватает посуды. Люди приходили на пункты раздачи, они посуду сразу разбирают. В Красноярске большинство пунктов сбора вещей уже закрылись, но помочь еще можно. Приносить нужно крупы, консервы и другие продукты длительного хранения. Детские вещи, коляски, одеяло и подушки, постельное белье и посуду. Все это волонтеры принимают в пунктах на улицах Глинки, Парашютной, Попова, Ады Лебедевой. А также по адресу Тимошенково, 87А. Этот пункт работает круглосуточно. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко и Алексей Гусев. Новости. Новости.